Приветствую вас, уважаемые зрители! Сегодня в обзоре мы рассмотрим вопрос создания таблицы в Excel. Создать таблицу можно разными способами и для конкретных целей. Каждый способ обладает своими преимуществами, поэтому сначала визуально оценим ситуацию. Посмотрите внимательно на рабочий лист табличного процессора. Это множество ячеек в столбцах и в строках. По сути, это таблица. Столбцы обозначены латинскими буквами. Строки с цифрами. Если вывести этот лист на печать, мы получим чистую страницу, без всяких границ. Сначала давайте научимся работать с ячейками, строками и столбцами. Чтобы выделить весь столбец, щелкаем по его названию в латинской букве левой кнопкой мыши. Для выделения строки по названию строки. По цифре. Чтобы выделить несколько столбцов или строк, щелкаем левой кнопкой мыши по названию, держим и протаскиваем. Для выделения столбца с помощью горячих клавиш ставим курсор в любую ячейку нужного столбца. Для выделения строки. Для выделения строки. Если не помещается, то нужно изменить границы ячеек. Первый способ это передвинуть вручную. Зацепив границу ячейки левой кнопкой мыши. Второй способ. Когда длинное слово записано в ячейку, то необходимо щелкнуть два раза по границе столбца или строки. Программа автоматически расширит границы. Нажимаем два раза. И третий способ. Если нужно сохранить ширину столбца, но увеличить высоту строки. Воспользуемся кнопкой перенос текста на панели инструментов. Наша ячейка выделена. Меню главное. Перенос текста. Готово. Для изменения ширины столбцов и высоты строк сразу в определенном диапазоне выделяем область. Увеличиваем один столбец или строку. Автоматически изменяется размер всех выделенных столбцов и строк. Чтобы вернуть строки в исходные границы, открываем меню инструмента «Главное», «Формат» и выбираем «Автоподбор высоты строки». Для столбцов такой метод не актуален. Нажимаем «Формат», «Ширина» по умолчанию. Запоминаем эти цифры. Выделяем любую ячейку в столбце, границы которого необходимо вернуть. Снова «Формат», «Ширина столбца», вводим заданный программой показатель. Как правило это 8,43. И последнее, что мы рассмотрим перед вопросом создания таблицы, это как вставить новый столбец или новую строку. Выделяем столбец правее того места, где нужно вставить новый диапазон. Нажимаем правой кнопкой мыши «Вставить столбец». В случае со строками, мы устанавливаем курсор нашей мыши ниже того места, куда необходимо нам вставить новую строку. Также правой кнопкой «Вставить строку». Для быстрой вставки столбца или строки мы можем воспользоваться комбинацией клавиш «Ctrl», «Shift», «Равно». Также мы можем добавить либо же ячейки, либо строки и столбцы. Все эти навыки пригодятся при составлении таблицы в программе Excel. Нам придется расширять границы, добавлять строки, столбцы в процессе работы. Приступим к созданию таблицы. Заполняем вручную шапку. Это название наших столбцов. Вносим данные. Заполняем строки. Сразу применяем на практике полученные знания. Расширяем границы столбцов. Подбираем высоту для строк. Чтобы заполнить графу «Стоимость», ставим курсор в первую ячейку. Пишем знак «Равно». Таким образом, мы сигнализируем программе Excel, что здесь будет формула. Выделяем ячейку с первой ценой. Вводим знак умножения. Выделяем ячейку с количеством. Жмем Enter. Когда мы подведем курсор к ячейке, с формулой в правом нижнем углу сформируется крестик. Он указывает на маркер автозаполнения. Цепляем его левой кнопкой мыши и ведем до конца столбца. Формула скопируется во все ячейки. Обозначим границы нашей таблицы. Выделим диапазон с данными. Нажмем кнопку «Главная границы» и выберем все границы. Теперь при печати границы столбцов и строк будут видны. С помощью меню «Шрифт» можно форматировать данные таблицы Excel, как в программе Word. Выделяем шапку нашей таблицы. Переходим в меню «Шрифт». Изменим шрифт. Поставим жирный. Также можно отцентровать текст. Еще мы изменим границу внешнюю нашей таблицы. Поставим толстые внешние границы. Все, наша таблица готова. Простейший способ создания таблиц нам уже известен. Но в Excel есть более удобный вариант. В плане последующего форматирования и работы с данными. Его мы рассмотрим в следующем обзоре. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всего вам хорошего. Пока.